Здесь у нас душевая, здесь стоим, моемся, можно на унитаз сесть, мыться. Рано, наверное, в 6-7 утра и начинает ругаться. Всем привет, друзья! Меня зовут Бану и добро пожаловать на мой канал. Наконец-то этот день настал, мы завтра переезжаем. А сегодня я вам хочу показать нашу старую квартиру. Я много раз говорила, что мне эта квартира не очень нравится, но это отличный район. Здесь рядом есть метро, есть большие два супермаркета Home Plus и E-Mart, но квартира, скажу, не очень. И давайте посмотрим. Так, на первом этаже у нас здесь вот такая вот парковка. И давайте зайдем домой. Так, открываем дверь, и тут у нас появляется первая проблема этой квартиры. То, что у нас дверь кривая. Мы когда заселялись, мы вызывали мастеров, но сказали, что вот сам откос, как это называется, кривая, что нужно будет менять это все. Из-за этого нужно, когда закрываешь дверь, нужно силой закрывать. И всегда такой шум. Прямо у входа у нас стоит вот такой вот шкаф для обуви. Он такой вот узкий. И во всех корейских домах вот такой вот порог. Здесь, видите, он немного повыше. Здесь нужно разорваться. Не обращайте внимания, здесь у нас мусор стоит. И туалет Лео. И получается, сразу же у нас с правой стороны будет туалет. Туалет у нас вот так выглядит. Когда мы переехали сюда, туалет был очень грязный, если честно. Особенно потолок. И вот здесь у нас душевая. Здесь стоим, моемся. Можно на унитаз сесть и мыться. Вот такой вот маленький туалет. Так, идем дальше. Дальше у нас открывается вид на кухню. Кухня у нас маленькая. До этого холодильник у нас стоял вот здесь. Я его переставила, потому что, когда холодильник стоял вот тут, здесь вообще места не оставалось. И кухня встроенная. Во всех корейских домах кухни бывают встроенными. И здесь из окна открывается вид. на чужую квартиру. На вот такую стену. Ничего интересного. А, нырё, 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 нырё. Так, идем дальше. Дальше у нас спальня. Так, не обращайте внимания, у меня тут вещи сушатся. И здесь есть вот такой вот встроенный шкаф. В принципе, очень удобный. В нашем новом доме нет такого шкафа. Мне этот шкаф, в принципе, очень нравится. Вот так вот выглядит наша спальня. И самая большая проблема этой квартиры, это плесень. Мы когда заехали сюда, эта стена была полностью белая. И после зимы у нас прям была ужасная плесень. Вот именно на этой стене. Я пыталась избавиться от плесени. И теперь наша стена выглядит вот так примерно вот. Я обклеила, видите, там два рулона обоев я обклеила. Потом я поняла, что это будет очень дорого, если я обклеивать всю эту комнату. И на полпути и закончила. Потому что мы тогда узнали, что мы выиграли, ну, нас одобрили Элеич Кунгца. И остановилась на этом. На этой стороне у нас стоит кондиционер. И вот видите, везде, везде, везде были следы. Вот вон там до сих пор есть плесени. Покажу вам вид из нашей спальни. И тут открывается шикарный вид на чужую квартиру. И видите, вот на втором этаже там живут дедушка с бабушкой. И летом, когда мы спим с открытыми окнами, они просыпаются очень рано. Наверное, в 6-7 утра. И начинают ругаться. И, как сказать, бесплатный будильник. Теперь идем в последнюю комнату. Это у нас сал. Здесь у нас стоит телевизор. Здесь диван. Вся мебель, которая есть в этой квартире, это все наша. Вот так выглядит наша комната. И здесь тоже большая проблема плесень. Вот особенно на углах. Здесь не очень сильно, не так сильно, как в спальне. Но вот на углах есть следы, как я боролась с плесенью. Видите? Вот тут была ужасная плесень. Вот видите, там тоже остались следы. Здесь я тут обклеила обои, потому что было очень страшно смотреть. Здесь тоже открывается шикарный вид на чужую квартиру. Вот так вот. Так и живем. Здесь у нас кто-то... У кого-то огород есть. Вот такой вот красивый у нас вид. И самая последняя комната в нашей квартире. Это комната для стирки. Вот так она выглядит. Здесь стоит стиральная машина, бойлер и место для сушки белья. Сейчас это место выглядит пусто, потому что мы вывезли уже половину вещей. А до этого здесь стояли все наши чемоданы, вещи. И здесь была такая узкая дорожка, чтобы пройти к стиральной машине. Это была наша квартира. Как вам понравилось или нет? За эту квартиру мы месяц платим 400 тысяч вон. И за электроэнергию мы платим месяц 20 тысяч вон. За газ летом 20 тысяч вон примерно. А зимой, когда холодно, так как мы пользуемся теплыми полами, максимум мы платили где-то 60-70 тысяч вон. Это когда ты пользуешься теплыми полами прям круглосуточно. И минус этой квартиры в том, что мы живем на третьем этаже. И наверху у нас нету никого. Зимой здесь очень холодно. А летом здесь очень жарко. Могу сравнить, потому что в прошлой квартире мы жили на втором этаже. И там зимой было не так холодно. И летом не так жарко. Сейчас мы тоже переезжаем на второй этаж. Надеюсь, там будет получше. На этом я заканчиваю свое видео. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк. Пишите ваши комментарии. И обязательно подписывайтесь на канал. У меня 80% зрителей смотрят, оказывается, без подписки. Пожалуйста, поддержите мой канал. Давайте уже доберем тысяч подписчиков. И будем праздновать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok